Ой, как интересненько! Выбирайте любую. Выбирайте любую. Посмотрим первое, потому что мне все упаковали, и я теперь не знаю, где, в какой коробочке, что лежит. Так, открываем. Вся эта красота вышла бы мне в более чем 70 тысяч рублей. Пишут, что там все затопило, скидывают картинки. И там не знаю, сколько сидит, они уходят. И, конечно, мы уже промокли, пока дошли до машины. Привет, мои хорошие! Сегодня вообще такой замечательный день. Сегодня я еду выбирать себе украшения. Бриллианты! Хочу себе купить пусеты, наконец-таки. Мерила вчера, забегала в Sunlight в магазине. В Sunlight выбираю. Короче, пусеты у них такие классные есть, в которых реально можно спать. Я прям померила, посмотрела, они вообще нигде не давят. Там большой, огромнейший выбор этих всех украшений. Короче, я вчера выбирала-выбирала, очень долго решила, думаю, на свежую голову еще пойду. Потому что я запуталась во всех этих, в этом количестве украшений. Вот. Сейчас поеду, буду выбирать пусеты. Хочу себе вообще кольцо хочу, этот браслет хочу. Ну, в общем, посмотрим, что я в итоге куплю. Вот. Потому что очень много всего. А выбрать что-то надо. Посмотрела сейчас на сайте, очень удобно. У меня я скачала приложения их. Посмотрела то, что мне нравится. Сделала вызбранное все. Сегодня утром уже встала. Посмотрела еще раз то, что мне нравится. Сразу посмотрела, в каких магазинах есть. И нашла тут один у нас магазинчик, где практически все в наличии. То, что мне нужно. Вот. Поэтому сейчас еду туда. Кстати, еще хотела сказать по поводу того, что я заметила, что в последних видео что-то всем не имется. Не имутся мои траты. Реально. И все считают мои деньги. И я хотела напомнить, что... Что у меня до этого денег не было, что ли? Я только машину продала, и у меня деньги появились. И я тут давай их тратить сразу. Помимо этого, я еще неплохо зарабатывала. И зарабатываю, да? И помимо этого, не забывайте, что у меня есть мужчина, который делает мне дорогие подарки. И точно так же помогает мне. Вот. Поэтому источников дохода, да? И возможностей разных вокруг много. Поэтому не мыслите так узко. Продала машину и сразу побежала покупать себе дорогие побрякушки. Нет. Подарки тоже никто не отменял. Прям на кассе. Могу сейчас попробовать что-нибудь выиграть. Начать. Начать нажимаю, да? Да. Ой, как интересненько. Выбирайте любую. Выбирать любую. Денечка, выбери коробочку мне. Нажми на какую-нибудь коробочку. Нажимай. Ну, нет, одну надо. Вот, ты выбрал уже. Все, засветилось тут у меня. Ты что-то выбрал. Я. 5% дополнительно еще будет. Супер. Ты 5% выиграл. Спасибо. Смотрите, сколько мне карт еще дали. Могу до 55% расплачиваться. Поселюсь здесь в санлайт. Ой, крошечки, блин, это было невероятно. Просто я просто ходила, выбирала. У меня глаза разбегались. Но я вот вчера, на самом деле, немножко выбирала. И вчера вечером как-то вот прям реально было тяжело, тяжело, тяжело. А сегодня уже зашла, посмотрела, опять же, посмотрела в приложении санлайт, где есть что в наличии. Вот. И отправилась. И все замечательно. Угадала с магазином, все прекрасно. Все было в наличии. И набрала даже... Получилось выбрать вот так вот больше, чем я хотела. И именно то, что я хотела. Прям вот у меня внутри сейчас прям супер-мега комфорт. Я хочу скорее прийти домой, все это распаковать. Потому что, видите, как у меня там две коробочки. Вот здесь большая коробочка. И здесь еще коробочка. Вообще очень много всего. Огромный длинный чек. Плюс мне понравилось, что еще эти бонусы. Во-первых, скидка мне сверху еще 5% пришла. Вот. И еще куча бонусов. Дали там по 5 тысяч рублей. Я не знаю сколько там. 7 штук, наверное, мне дали. И можно уже с завтрашнего дня пользоваться. И расплачиваться больше 55%. Вот. Сейчас хочу скорее прийти домой все распаковать. Показать вам, что я взяла. И как вообще. Ну что, мои хорошие, пришли мы с вами распаковываться. Та-дам, та-дам. Мне уже не терпится показать вам, что же я все-таки выбрала. И чем я руководствовалась. Посмотрим первое. Потому что мне все упаковали. И я теперь не знаю, где, в какой коробочке что лежит. Так. Открываем. Кстати, вот эти коробочки все упаковывают. Всю-всю-всю продукцию упаковывают вот в такие бесплатные коробочки. Класс. Можно даже не заморачиваться с чем-то очень серьезным. Да. Потому что выглядит очень красиво. И прям сама себя кажется прям подарочек. Так. Открываем коробочку. Здесь у нас браслетик. Этот браслетик из коллекции Золото Италии. Как я выбираю... Там такое количество браслетов. Сначала я выбирала себе что-то помощнее. Мощный хотела такой браслетик с переплетением белого золота и красного золота. Так как у меня на руках с этой стороны белое золото, с этой стороны розовое золото. Да. Поэтому браслетик я хотела уже что-то в перемешку, наверное. Короче, выбирала сначала крупные. И вот как-то... Ну, вот-вот. Все нравится. Все классно. Но, думаю, что-то вот не привыкло я к браслетам. Да. В конце концов я говорю, а покажите мне самый тоненький браслетик, который есть. Вы знаете, вот просто чтобы чисто мерцало что-то. Чтобы на руке его даже не видно было. Что если от этого отталкиваться? И вот в коллекции Золото Италии нашли мне такой браслетик. Там еще, кстати, были плетения обалденные просто. Я прям долго выбирала, какое же лучше. Выбрала в итоге вот этот. Мне очень он понравился. Браслетик сам по себе реально очень тоненький. Но это как раз-таки мне и нужно было. Потому что он не навязчив. И так как я не привыкла носить браслеты, это как раз то, что мне нужно. Сейчас схожу за ножницами и надену его на себя. Сейчас там просто нереальные бомбические скидки. У меня еще плюс там дополнительная скидка 5% помимо всех основных этих скидок. Вот застегнула я его вот так. Вот вам может быть даже его и не видно. Но и суть в том, что он совершенно не напряжный. Совершенно. Посмотрите. Просто вот что-то тоненькое такое висит и все. Размер 16 браслетик. Следующий. Следующее приобретение. Тоже большая коробочка. Тут, наверное, у нас подвеска, сережки. Открываем. О, еще коробочка. Класс. Та-дам! Да, здесь у нас идет подвесочка и с бриллиантиками сережки. Это у нас уже бриллианты Якутии. Это эксклюзив, кстати, в Sunlight. Я выбирала, чтобы было все одинаково. И подвеска, и серьги, пусеты. Очень мне нравятся. Вот так вот они красиво выглядят. С алмазной ограничкой внутри еще. И маленький бриллиантик внутри. Кстати, сережки я уже давно себе искала. Какие-то пусеты такие. Именно хотелось с бриллиантиками, чтобы просто, знаете, тоже надеть в ушки, вставить и не снимать. И здесь что очень хорошо? Здесь очень хорошая застежка сзади. Во-первых, закручивается. Все очень плотно держится. Не просто налепил. Качество в этом смысле вообще очень хорошее. Закручивается как следует. Держится очень хорошо. И при этом задняя вот эта вот застежечка, она мягкая. Прям мягкая. И я уже и так, и так давила на ухо. Я думаю, что я с ними смогу спать. Это вот сережки, которые я так давно искала. И почему у меня была возможность раньше купить что-то. Но я не брала именно потому, что я думала, что возьму и все. А здесь прям от того, что застежка такая сзади очень хорошая, я думаю, что я в них буду спокойно спать. И всегда у меня в ушки что-то будет. За сохранность этих сережек можно вообще не беспокоиться, потому что у них крепление настолько надежное, что захочешь снять, не снимешь. Нет, они реально очень круто заворачиваются там, да. И прям вот все. И в огонь и в воду с ними можно. Наконец-таки у меня в ушке бриллиантик. Такой красивенький. Это что касается бриллиантика в ушко. Теперь подвеска. Подвеска у меня такая же, точно такая же там алмазная граночка, тоже маленький бриллиантик. Я давно хотела себе подвесочку на леске. Вот. Эту подвеску я купила отдельно, потому что там не было вместе с леской именно такой подвески, которая мне нужна была. Вообще там продаются вместе с леской, да. Есть отдельно продаются, а есть вместе с леской продаются. Вот. И отдельно лесок у них нет. Поэтому лайфхак. Я взяла себе подвеску серебряную, вот с таким вот сердечком. Она тоже со скидкой там вышла там около 600 рублей. Вот с таким сердечком. Сердечко я сниму. Лесочка останется. Она как раз-таки такого размера, который мне нужно, чтобы где-то вот здесь камушек висел. И вставлю туда свой камушек с бриллиантом. Белое золото, тоже бриллианты Якутии. Кстати, золото у них Костромское. Город Кострома. На бирочке написано даже город Кострома. 585-й пробы. Так. Ну, с бриллиантиком это вы поняли, да. То есть будет у меня здесь висеть. Это мне нужно будет пойти в ювелир. И они мне все сделают. И вот так будет висеть у меня бриллиантик. Тоже давно хотела, чтобы здесь висел бриллиант. Я обожаю бриллианты. Следующее. Это два вот таких вот у нас еще осталось украшения. Так, какое будет первое? Короче, первое я хочу показать вам в любом случае. Сейчас я их оба открою. Потому что первое я вам хочу показать кольцо. Я уже давно хотела себе кольцо. Куда-нибудь, ну, из белого золота или из розового золота, да. У меня здесь розовое золото на этой руке. Хотела себе кольцо. Но какое-то вот у меня колечки такие, они все немного аккуратненькие. А мне прям хотелось какое-то такое побольше, громоздкое такое колечко. И вот так в одном, смотрите, с кнопочкой. Укрываем. Вот это оно. О, смотрите, какое шикарное. Тоже бриллианты Якутии. И тоже золото 585-й пробы. Тоже Кострома. Я его, когда померила, одела просто сверху сюда. Оно как литое село, и я поняла, что оно должно здесь быть. Идеально. Просто вот так вот с моим кольцом смотрится. Вот это, кстати, кольцо с черными бриллиантами тоже есть в санлайте. Все, блестю, не могу вся. Ну и еще одно колечко. Это колечко уже с фионитиком у меня. Просто маленькое. Я его взяла в дополнение сюда, на вот эту ручку, где у меня розовое золото. Это размер 16. Но у меня здесь 15 размер вообще, так как очень сложно найти на мой пальчик 15-й. Либо под заказ это все, да, либо уменьшить можно. Я вот выбрала уменьшить. Выбрала это колечко, тоже его надела. Мне очень понравилось, как оно здесь сидит аккуратненько. И я его взяла. Преуменьшу. Хорошенько. Смотрите, я повесила бриллиантик. Я сердечко просто подвинула назад туда. Ну, дойду до ювелирки. Они мне просто его снимут и все. А бриллиантик уже повесила. Вот так вот он у меня красивый тут будет висеть. Класс. Ну что, вот такая вот распаковочка. Вот так вот меня порадовали в июле. Спасибо. Это очень приятно, очень все круто. И то, что я очень давно уже хотела себе приобрести. Буду всем этим делом наслаждаться. И вы тоже. На мне. У меня тут просто полный разгром. Вот так вот эта Селена тут распаковывала свои подарочки. Класс вообще. Но я хочу все сохранить. Коробочки, все-все. Я люблю сохранять, кстати. Вот мой огромный чек. С приложением Sunlight, кстати, здесь все очень просто. У меня, смотрите, есть избранное. Я здесь выбирала все, что мне нравится. Вот, например, что-то понравилось. Вы открываете. Можно в избранное добавить. Это вот здесь сердечко такое находится. Убрать, добавить. Вот. И также посмотреть, где находится. Например, где купить. Нажимаете. И сразу показывает магазины. И где есть в наличии. Это, кстати, очень удобно. Именно так я выбрала тот самый магазин, где все приобрела. Также здесь очень удобно все сортировать. Например, нажимаете поиск. Набираем здесь кольца. И все. И здесь можно еще фильтровать. Например, заходите в фильтр. Выбираете цену, которая вам нужна. Вставка какая. Там бриллианты, фианиты, топазы и так далее. Там огромное количество драгоценных камней всяких. Материал какой. Проба какая. Вот. Скидки и так далее. Также можно еще здесь сортировать. Вот. Еще вот такая удобная сортировка по возрастанию, убыванию или по отзывам. Вся эта красота вышла бы мне в более чем 70 тысяч рублей. Но так как сейчас скидки в Sunlight, мне вышло все это 35380. Класс. Люблю покупать с выгодой. Дженечка радуется своим карточкам. Которые тоже нам пошли в подарок. Вот. Ну, из всего этого самое дорогое это вышли у меня сережки. Они стоили... Серьги стоили 17980. Вот. А сейчас со скидкой 9440. И с дополнительной скидкой вышли вообще 8540. Вот. И колечко. Колечко, которое просто покорило меня. Моя любовь стоила 37980. Вы представляете? С бриллиантиками. Боже мой, прелесть. И со скидкой она стоила 19940. А с моей дополнительной скидкой, которую я выиграла в приложении, вообще 18 тысяч. 40 рублей. Все. Я теперь просто... Я просто нарадоваться не могу. Буду ходить сейчас и кайфовать. Какие планы дальше? Дальше у нас по плану пойти погулять с Денькой. Выгулять украшения мои. Фух, пришли. Поиграли, покатались с Денькой. Друзей себе там уже нашел на новой площадке. И пошли в магазин. Сходили в магазин. Накупила себе кучу фруктов. Так мне прям хотелось. Фруктов. Очень. Персики, нектарины, черешня, виноград, банан. Вот. Сейчас будем кушать и купаться, укладываться, спать. Время без 10. 8. Я хожу такая вообще вот сюда, когда что-то новое. Тут покручу. Тут посмотрю. Тут на любую. Солнце светит, я сразу такая опа-опа. Да, давно я прям... И прям вот этой цепочкой тоненькой я довольна. Я раньше думала, зачем тоненькие цепочки носят. Как же, покрупнее, побольше? А теперь поняла прикол. Это определенный шарм. Прям вот тонюсенькую такую цепочку. На руке прям особенно. Вообще кайф. И на ноге такую еще можно сделать. Кайф. Так что я счастлива, удовлетворена. Как никогда в последнее время. Все, купаться идем, да? Все, молочный ломтик съели. Купаться. И спать. Доброе утречко, все мои хорошие. Думаете, я только проснулась? Нет. Я уже попылесосила всю квартиру. Вытирала пыль. Потому что такой бардак был. Денька мне тут на... На бардачу. Вот. Что хотела сказать. Утро, видите, я проснулась с хорошим настроением. Даже силы у меня были. Вот начала снимать. И начали штробить. До этого не было ничего такого. Силы даже появились. Потому что я стала с хорошим настроением. Девочки, я сережек вообще не чувствую на себе. Представляете? Кайф. Я спала. Вот как не ляжешь, они никуда не колят, никуда не давят. Я безумно счастлива, что теперь всегда в моих ушках будет что-то сверкать. Я вот этому очень рада. Еще у меня закончилось молоко соевое. Я уже три дня, три дня уже пытаюсь добраться до ленты и взять соевого молока. Пью сейчас кофе на обычном молоке. Кстати, я заметила, что я не набираю вес. Я реально сахар заменила на сахарозаменитель. Конечно, я вкусняшки иногда поедаю. Бывают даже ночью. Но уже не так много, как раньше. Это раз. Сахара значительно уменьшилась. Плюс я не пью эти сиропы в кофе постоянно. Пьюсь. Я не употребляю молоко обычное. Это лактоза, да? То есть молочку я очень редко употребляю. И получается, что соевое молоко с сахарозаменителем уже дает какой результат. И я не набираю. Я вот тогда, как прошла марафон у Алены, я нахожусь в том же весе. Я утречком встаю, у меня животика нет. Сегодня сделала вакуум. Вот. И счастлива. Попылесосила все. Помыла посуду, повытирала везде пыль. Сделала себе кофе. Все, заслужила отдых. И вот наслаждаюсь. Сегодня еще ливанул прям жесткий дождь. Ну, дождь, мне кажется, даже не столько жесткий был, сколько был гром такой. Гром, гроза, по-моему. Денька проснулся, такой что-то пошел. И такой, мама, мама, прибежал. Так какой грохот был вообще. Ну, взрослый человек может испугаться. Вот. И сейчас у нас очень пасмурно так на улице, дождливо. Вот. Но я люблю такую погоду. И более того, в такую погоду обычно хочется сидеть дома, да? И смотреть, как там все... А мне хочется выйти. Не договорила. И смотреть, как там все под дождем мучаются. А ты такой в тепле, в пледике, со вкусняшкой. Там, может, сериальчик какой-то включишь. А я, у меня много дел, и я хочу выйти. И вот прям думаю, если шторма не будет, чего-то жесткого МЧС там не передавал, то я выйду, и мы поедем. И нужно в фикс-прайс заехать. Я уже туда несколько дней пытаюсь заехать, и все... Не заезжаю, все некогда. Зачем мне книжку в лицо сувать, Зая? Конечно! Ну, читай все. Вот. Короче, планов вообще много на полеоновских. Видео, кучу видео надо снять. Одну распаковочку, обзор затестить. Одну масочку, тушу, бибикрем новый затестить. Все на втором канале, кстати. Ссылка под каждым видео на мой второй канал. Короче, жизнь прекрасна. Еще, смотрите, кстати, закупилась в Фаберлик. Взяла опять вот эти вот детские пена для ванны. Я беру сразу двух вкусов. Ну, одна пена для ванны, а другая гель-пена такая, два в одном. И разные ароматы. Вот деньги нравятся, пена хорошая, в принципе, пенится, и аромат прикольный. Вот. Еще взяла мусс для интимной гигиены. До этого я брала гель у них. Маме нравится, пользуется. А я решила взять мусс вот такой вот теперь. Нам, в принципе, нравится. Так, и еще также взяла вот то, что я вам говорила. Я всегда беру вот кондиционер. Мне нравится Фаберлик для детского белья. И я использую его как для своего белья, так и для детского. Чтобы не использовать два. Всегда беру детский. Тоже гипоаллергенный. Вот. Без красителей. Нравится мне. Я прям два таких взяла. Вот. И еще взяла вот такой кондиционер для белья, для цветного. Вообще, мне кажется, что нужно брать отдельно для цветного белья, чтобы сохранять цвета. Для черного белья. И вот в Фаберлик я все беру. И еще я люблю моющие вот эти вот средства, стиральные порошки. Тоже жидкие. Не знаю, я скоро полностью перейду на все, наверное, жидкое. Я уже, на самом деле, пользуюсь этим очень давно. Я не знаю, больше года, наверное, я пользуюсь вот этим средством. Всякими стиральными порошками, интимная гигиена и так далее. И я довольна. Ссылку, кстати, я оставляю всегда под видео на Фаберлик, если показываю его. Поэтому можете пройти, посмотреть. Там товара очень много. И одежда, и косметика, и уход, и для фитнеса куча всего. Короче, многофункциональный такой магазин. Интернет-магазин. Я уже в третьем костюме от Фаберлик. Черт, заказала. Ну, нравятся мне эти костюмы, я тащусь от них. Да. Так, что хотела сказать. Мне тут позвонили, одни позвонили, другие. Куча посылок. Ну, не куча, а одна посылка на почте должна прийти сегодня. Одна посылка черт знает где. И я бы хотела ее забрать. А на улице дождь вообще лютый. Не то чтобы даже... Ну да, он периодически идет, и такая пасмурная погода, отврат просто. Выходить из дома прям такое сомнительное дело. Но хочется. Мне особенно, когда нельзя, то хочется. Это вообще важно. Вот, короче, собираюсь. Вроде сейчас вот-вот настраиваюсь на то, чтобы выйти все-таки из дома. А еще, кстати, смотрите, украшения я решила с сердечком поносить. Видите, сердечко вот оно серебренькое. Что-то оно вот так вот раз у меня. Я утром встала, смотрю, а мне нравится, что и бриллиантик, и сердечко вот так вместе. Еще бриллиантик, он немного переворачивается. То на одну сторону, то на другую сторону. Надо его как-то закрепить. У кого, кстати, такое есть украшение? Подскажите, как можно закрепить, чтобы он не переворачивался, чтобы он был всегда бриллиантиком впереди? Я подумала, лаком, может быть, для ногтей, знаете, там, ну, это так, ну, ненадежно, тоже ненадолго будет, надо будет постоянно подмазывать. Так, посмотрела сейчас инстаграм у девчонок ростовских. Пишут, что там все затопилось, кидывают картинки. Обалдеть, нет, я не поеду в другой конец города за посылкой, однозначно. А если бы я не посмотрела? Да я же могла бы там где-нибудь утонуть. Там машины до половины просто в воде. Нет, не поеду. Ну, может быть, здесь у нас еще нормально, как бы. Хотя, блин, из дома лучше вообще реально не выходить. Так что будут думать еще. Пацанчики, вон, короче, с 11-й. И там, не знаю, сколько всех детей. Они в воду выливаются машиной. Они в воду выливаются. Они в воду. Они в воду выливаются. В воду выливаются. Таня, я не знаю. Так, ну что, мы с Денькой обуваемся, одеваемся У нас теплые эти вещи Моя рубашка и его джинсовая курточка Рубашечка Скорее даже В машине остались Все, мы оделись Я посмотрела прогноз погоды У нас вообще затопы просто полнейшие в Ростове Такие трэши в инстаграме Я там смотрела паблик, в шоке была Но после пяти вроде бы написано Что все, дождя не будет И у нас за окном нормально И мне в принципе недалеко Надо поехать в одно место посылку забрать В другое место посылку забрать Мы с Данечкой отправляемся Берем вас с собой Что, мое хорошее время? Без двух, без двух пять Я поспешила рано выйти И конечно мы уже промокли, пока дошли до машины И пока я выбросила мусор Вот, но я надеюсь, что прогнозы не обманывают И вот сейчас пока я доеду до цели Дождь уже закончится Две минуты, ему еще можно идти А потом все Ну хорошо, что мы взяли с собой Так, Денькина, вон она лежит Моя, вот она лежит Все, есть у нас В общем, отправляемся Еле нашла этот постамат Его куда-то спрятали Тут у нас, представляете? Получаем посылку Нажали код Я до этого стояла у другого постамата, блин Код большой Открыть ячейку Ячейка с вашим заказом находится по направлению стрелки Открыть ячейку Ух ты, как интересно Прям реально спрятали Просто в уголке на третьем этаже Ой, мои вкусняшки Легенькая такая Зато какие посылки там Кайфучие Больше ничего нет Пусто Все, Денька Мы все посылки получили с тобой Пойдем А здесь мы стрижемся обычно И Деня такой О, нет Такой Стричься, пойдем, День? Да Нет? Пойдем Нет Тюма-зюйка Ну ты еще нормально вроде Потом придем, да? Нет-нет-нет, говорит Он этот торговый центр узнает уже за километр Ничего вам не успела снять в магазине Денька ест конфетку Кайфует мальчик Да взяла два пакета Будет распаковка на втором канале Что-то я там взяла прикольненькое Попробовать одно, второе Набрала соевого молока разного Кстати, новинка там появилась Одна у Альпра Я ее взяла попробовать Вот Что-то я тачку так припарковала Свою, мне Жопа торчит Вот что значит Пока еще не чувствую габариты Я привыкла на своей У меня там парктроники Все дела Видно камера Как машина становится Это очень удобно Кстати, а здесь вот С этим делом не совсем удобно Так, ладно Пакеты аккуратненько сложу В багажник Ну что, мои хорошие Все идет по плану Я вам скажу Я забрала сегодня посылки Все, что хотела Ну, одно я хотела, конечно, поехать Черт знает куда Где за топ и по топу Я решила туда не ехать Я позвонила и сказала Говорю, давайте в понедельник Лучше привезете мне ее сами А то мое нетерпение бывает Знаете, посылку ждешь Я же заказала там везде И на Джум И на Алиэкспресс И еще у меня там посылки Короче, всего-всего И бывает Там какая-то посылка Пришла какая-то Ну, я не отслеживаю Так, что конкретно Там, да, времени нет Вот это вот сидеть Я думаю, так, посылка пришла Что-то пришло Надо срочно забрать Да, либо сегодня ее Либо аж в понедельник Я не помню, сегодня пятница уже что ли Время летит Просто ужас Я думала четверг, наверное А сегодня уже пятница, походу И я такая Да, приеду в другой конец города А иногда бывает Вот так вот едешь, ждешь Ну, я решила не ехать Да, думаю, ладно Просто я еще подумала Что бывает вот так Едешь, ждешь Думаешь, там что-то такое Нереально Получаешь эту посылку Думаешь, еще бы подождала бы Два дня Ничего особенного Там мелочь какая-то Так вот Бывает иногда Поэтому решила не ехать Не мчать Прямо за этой посылкой В потоп Вот А так все по плану Две посылки получила Одна из них очень долгожданная Там всякие такие штучки Примочки Буду тестить Вам покажу Я думаю Даже видео, наверное, отдельное сниму Про эти штучки Если они реально крутые Рабочие Вот Что еще Что еще Осталось Фикс прайс Купила продукты Все как хотела Осталось Фикс прайс Снять И купить Посмотреть, что там за новинки И тогда я буду просто удовлетворена Потому что она у меня висела Знаете, в ленту съездить Висит Фикс прайс Висит И вот так три дня Я выхожу из дома А оно висит И я это не делаю И, конечно же, у меня такое Висяк А это не дело вообще Так Ага Денька не пристегнула Все Сейчас пристегну Деньку И поедем Так, смотрите Ходим по фикс прайсу А здесь кто? Как тебя зовут? Виталик Виталик Как моего брата Виталик Все? Привет 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 Передовать Кому будет? Кому Всем привет Мам А, что? Муж это мальчику Водичку дома? Давай А это ко мне подписчик подошел Представляете? А я его еще проверила Он такой А вы блогер? Нет Он даже сказал Не блогер А я вас знаю Я говорю Ой, классно Вы блогер? Я говорю Да Он такой Можешь с вами сфотографироваться? Говорю Ну давай Мальчик такой Сфотографировались Кстати, телефон у него хороший Такой У мамы, наверное, взял Или у сестры Это И он такой Я говорю А как канал называется? А он такой, наверное, своих забыл Он говорит Селена, Селена Ну, для меня важно же Что хотя бы имя, да Селена Думаю, не просто увидела А сначала подумала Что, может быть, увидел Что я снимаю А детки, они как бы видят Что снимают, да И думают Ой, наверное, блогер Вот И я такая думаю Дай проверю Спрошу у него А как зовут? Знаешь Он такой Селена, Селена Я говорю Правильно Молодец Думаю Ничего себе Приятненько Вот Сфотографировались Он говорит А можно видео Можно видео И говорит Давай Вы, кстати, напоминаете Если кто-то видит И тоже хочет видео Передать привет кому-то Вы мне говорите Я просто иногда забываю Если честно Вообще достать камеру А мне по приколу А мне по приколу даже Снять кого-то из моих зрителей Если они не против То я только за Показать вас видео Чтобы вы кому-нибудь Привет передали Вот Все Больше, наверное, никуда не пойдем Потому что у меня уже Две тяжелые сумки С ленты С фикс прайса Пакет И две посылки еще Я уже не знаю Как я это дотащу Идем домой Вот так вот Милочка соскучилась За Денечкой А Денечка за Милочкой Конечно Нежатся сидят Вот они здесь Руки пойдем мыть? Да Ну пошли За ним бежит Кусает Вот Милка Сейчас монтирую видео И потоп этот вставляю И вам не сказала Что я увидела Когда я вышла из дома На самом деле Это то, что вы увидели Кадры Потому что родственники Начали тоже все спрашивать Что там у вас за потоп в Ростове На самом деле, да Жесть Но это в определенных районах То есть где-то там В центре На Текучево На Западный Кстати, куда я собиралась ехать За посылкой Малиновского с тачки Я собиралась ехать И как раз таки Я вижу в паблике Малиновского с тачки И показывают вот эту жесть То есть я Когда вышла из дома Я проездила По нашему району То есть я поехала По Александровке Я проездила По Сельмашу И ничего такого не было То есть не было Даже каких-то Сильно глубоких луж Видимо Это в определенных районах Да Где может Дороги какие-то Кривые там Или наклоны какие-то Да Идут Вот такое происходило И Ну я хорошо Что в это все дело Не попала Я быстро сделала Все свои дела И просто Как будто Был обычный дождь Но вот так вот В Ростове Да У нас многие попали И я смотрела Сторисы в инстаграм Тоже Многие вот такое Вот снимали Прямо непосредственно В этом во всем Находились Это конечно Ужасно У многих затопило Дома Поиспортились Наверное машины Я конечно В шоке Да Вот такое было Но вроде бы Вроде бы Надеюсь Все хорошо Доброго дня Мои хорошие Да Уже не утро Уже день Уже половина третьего Мне надо скорее Выпить кофе До трех часов Чтобы мне потом плохо Батарейка тут садится Короче Я просто Этот Камеру свою Подзарядила Чуть-чуть батарейку Садится она у меня Все время Я на самом деле Думала Что я камеру забыла Свою в машине Я вчера ее что-то поискала Поискала Вечером мне нужно было Видео монтировать И как бы Все такое Но я ее не нашла Сегодня утром Я уже начала уборочку Захожу в ванну И стоит она Просто в ванне Я уже даже и забыла Честно говоря Что мне надо спуститься За Камерой Я сегодня целый день Ищу свои телефоны У меня есть У меня вообще всего Четыре телефона Все телефоны Которые я меняла Вот с айфона Там четвертого еще Я их никуда не отдавала Не выкидывала Айфон четвертый Я нашла Еще у меня Самсунг Какой-то старый Не помню HTC Большой такой у меня Ховей нова 2 Так Денька Деньке дала ножницы Он уже пошел Резать Все Просто Сейчас приду Так Выключила звук Еще Да Деньке впервые дала ножницы Он накромсал Все Какие-то чеки достал Блин И пошел уже документы мои Отрывает Глаз за глаз Нужен с ножницами Детские ножницы Которые там Покупала Вот Сейчас Подожди Я сейчас Крючок Смотри Что хотела сказать Сегодня Да Я ищу телефоны Значит Хуавей нова 2 HTC Вот это надо найти 5S И Samsung А я только четверку нашла Короче Четыре телефона Где-то лежит И я не могу найти Просто Я перерыла Весь дом Я посмотрела В каждом закоулочке В половине закоулочках Я посмотрела Даже два раза Я вот думаю При переезде Я помню Что эти были все телефоны Я куда-то их всем Скопом положила А куда Я не могу вспомнить Это просто Жесть какая-то Короче Целый день Я занимаюсь Этими поисками Сейчас уже буду Монтировать Уже вечер Ближе Ближе к вечеру Сейчас буду уже Монтировать Для вас видео Вот А этот влог Заканчивать И что мне хотелось Сказать В конце влога Сегодня кстати Договариваемся С девчонками Собираемся Снять интересное видео Совместное С нашими Ростовскими Блогерами Мирой и Полиной Может быть знаете Таких и смотрите Вот Мира приехала С Москвы Сейчас в Ростов Вот И мы планируем Что-то вместе Снять такое И придумали Такую интересную Идею Совместную Да Поговорить А вообще Наших Каких-то Внутренних Качествах Да В общем Ладно О хороших Говорить Да ладно А вот О плохих Качествах Я честно говоря Аж занервничала Вся немножко Во-первых Ладно Я не так Я готова слушать Что скажут О своих О моих Плохих Качествах Да На их взгляд Можно на что-то Обратить внимание И так далее Но вообще Это субъективная Такая точка зрения Мне всегда есть Что сказать Есть над чем задуматься Как бы к своему Я готова Особенно Когда девчонки близкие К критики К критики И к какому-то Самоанализу И может быть Какому-то спору По тому или тому Мнению Это интересно Но вот что касается Говорить Прям О каких-то Плохих Качествах Людям Насколько Они восприимчивы К этим Качествам Будут И не поссоримся Ли мы Во время Видео Вообще Таки сняли Видео Поулыбались И таки Все Перестали общаться Ну я надеюсь Такого не будет Но здесь я немножко Начинаю уже там Переживать Во-первых Людей не так хорошо Знаешь Да У нас могут быть Какие-то первые Впечатления Что-то О людях Мы можем ошибаться В этом мнении Да Более того Знаете Часто в своем Глазу бревна Не видно Часто обращаешь На качества Людей Особенно плохие Те что есть в тебе И ты их видишь То есть ты видишь То что есть в тебе Это тоже уже Для себя Уже как бы Да Если я даже сейчас Списочек составлю Хороших качеств Это я могу вообще Даже не записывать В списке Я их вижу легко У людей других Очень много Хороших качеств Я могу обращать На это внимание Легко И не подготавливаться А вот что касается Плохих качеств Мне нужно подготовиться Мне нужно подумать Вспомнить ситуацию Где человек Проявил Именно свое Какое-то Плохое качество Потому что Ну проявил Да Наверное так Короче Очень интересные видео Мне кажется Будут И я буду переживать И с одной стороны Дэнни Резинку резать нельзя Кисть Не режь мамину резинку Дэнни Нельзя Говорю резинку Лезть Нельзя резинки Лезть Только бумажечки Можно резать Чем мама Волосы потом будут Так Надо технично Ножницы забрать Видите Пытается все порезать Что видит На своем пути Вообще конечно Ну я рада Он увлечен Это главное В общем Вот такие события Возможно Завтра Там уже поедем Снимать эти видосы И встретимся И с Полиной И с Мирой Давно не виделись Кстати Вот Что еще Хотела сказать А так Все нормально Все хорошо Продолжаю поиски Телефона Параллельно Генералью Что-то убираю Достаю Новую косметику Радуюсь Потом Насчет сережек Просто Сто процентов Я довольна Реально Никогда я такого Не встречала Я в них сплю И ничего мне не мешает Как бы я не легла То есть Раньше там сережки Какие-то одеваешь Вот сколько я покупала себе Я же их искала Именно специально Чтобы их надеть Один раз И не снимать Вот И я кручу И так бывало Кручусь И так кручусь И мне нужно Найти было положение Чтобы мне не давило А здесь просто Как хочешь Так и ложись Спать Реально Очень крутые застежки Я прям довольна И в будущем Я уже хочу себе С большим камнем Ну то есть Здесь у меня получается Маленький-маленький бриллиантик И ограночка такая И за счет огранки Кажется, что бриллиантик большой Но на самом деле Он там маленький Поэтому он так стоил недорого А вообще Мне там понравился За 18 тысяч Да Можно даже и подороже взять Какие-то Будет Но уже с таким хорошим Бриллиантиком Который прям будет Большой Именно вот Буду в санлайте брать Именно с такой застежкой Вот По поводу цепочки Я безумно вообще рада Потому что я рада Что я взяла Небольшой браслет Я там смотрела Раньше покрупнее Браслеты Но я взяла Что Я рада, что взяла Тоненький И я хочу еще один Тоненький Мне прям нравится Эта утонченность И так далее Вот Ну а этим кольцом Как я и знала Я буду очень довольна Просто Наребываться на него Не могу Все, мои хорошие Я вас люблю Целую Прощаюсь До следующего видео И пока-пока Жду от вас В комментариях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok